Владимир Жириновский сегодня пожаловался журналистам. Сломался его Йомобиль. Один из трёх экземпляров, которые вообще увидели свет в рамках амбициозного, но безнадёжно провалившегося проекта Михаила Прохорова. Машина с электродвигателем сумела пройти почти за три года, всего 590 километров. Наш корреспондент Алексей Лазуренко побывал в гараже депутата и узнал, как горько поплатился Жириновский за свою любовь к трамваям, доверившись креативной рекламе. Первый в жизни подарок, и вот, кажется, первый блинком. Он раздосадован и еле сдерживается от слов на букву ЙО. Владимир Жириновский в мгновение ока превратился из владельца уникального авто в держателя груда железа. Теперь даже на просьбу попозировать за баранкой отзывается с неохотой. Мне предлагаете лечь в гроб, к покойнику. Жириновский с детства любит электротранспорт и сейчас жалеет, что в его элитный посёлок не добраться на трамвае. Поэтому предложение пересесть на первый российский электромобиль воспринял за счастье. К тому же ему многое обещали. Он синтрифицирован по российским стандартам, может спокойно бегать по дорогам. Декабрь 2014 Михаил Прохоров передаёт Владимиру Жириновскому ключи от давно обещанного авто. Йо-мобиль тогда уже был у всех на слуху. Даже имя ему такое по результатам всенародного конкурса досталось. Жириновский рассказывает, далеко на инновационной технике не ездил. Вот одометр и 600 километров не накрутил. Заряжал исправно по 8 часов. Но однажды машина просто перестала заводиться. Сдох аккумулятор. Без колёс депутат Госдумы, конечно, не останется. А вот Йо-мобиль грозит стать очередным памятником мечтам о российском автопробе. Просторный салон, модульная конструкция, топление с жидким топливом, а не от электричества. Иначе по российским морозам никак. Йо-мобиль обещал стать не только флагманом инновационной промышленности, но и по-настоящему народной машиной. Потом стоимость авто с обещанных 360 тысяч рублей выросла на сотню. Серийный выпуск постоянно откладывался. И в момент, когда Жириновский получал ключи, все точки над Йо уже были расставлены. Прохоров продал концепт за 1 евро, выпустив лишь 3 автомобиля. А значит и отремонтировать машину Жириновского просто невозможно. Я хочу сесть, прокатиться. На что я должен садиться? Может быть, кого-то запрягать не пускай? Хотя бы пускай пару лошадей даст. Жириновский уже оценил свой моральный ущерб в 10 миллионов рублей. Но ещё готов идти с Прохоровым на мировую. Даёт предпринимателю два месяца, чтобы всё исправить. Если нет, обратиться в прокуратуру, чтобы выяснить, кто вставил палку в колёса инновационному чуду. Я прошу, включите мотор. Дайте другой аккумулятор. Алексей Лозеренко, Максим Прихода, Дарья Иноземцева и Пётр Пестряев. РЕН-ТВ. Москва.